Добрый день. Рад вас всех здесь видеть. В очередной раз мы здесь собираемся о том, чтобы поговорить о технологиях CISCO. Зовут меня Вражко Андрей, я системный инженер компании CISCO. О чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить в первую очередь о инновациях. О том, что появляется в наших продуктах, начиная от железа, от железной части. Поговорим о наших технологиях, которые помогают сделать железо лучше и более эффективным для решения современных задач. Поговорим о софте, как меняется софт, что отличает тот софт, который был раньше от того, который есть сейчас в нашем оборудовании. Ну и уже о конечных продуктах, в которых это все реализовано. Секундочку. Прошу прощения. С чего все начинается? Все начинается с чипов. С маленьких устройств, интегрированных, высокофункциональных, в которых вложены основные идеи о том, как должно работать наше сетевое оборудование. Такие чипы называются АСИКи и в первую очередь мы поговорим о них. Что же такое АСИК? АСИК это фактически интегральная схема, только очень высокоспециализированная для решения конкретных, очень специфических задач. Что дает производство АСИКов? Производство АСИКов дает возможность реализовать в железе те высокие технологии, которые необходимы для того, чтобы продукт был действительно универсальным, удобным, гибким, и чтобы можно было на основе той машинной логики, которая вложена в чипах, разрабатывать уже более высокоуровневые интеллектуальные продукты. Это имеет большое значение, потому что только производители АСИКов, те, кто производят собственный силикон, могут обеспечить полную связку между железом, софтом и уже конечными продуктами и решениями, которые позволяют реализовать функции, необходимые в современных сетях. Все начинается с АСИКов. Производится сначала маленькая интегральная схема, которая решает ту или иную сетевую задачу. Современные АСИКи стали более универсальными, они стали программируемыми, появилась возможность делать чип не под каждую конкретную задачу, а сделать универсальный сетевой чип, который потом можно будет включить в разные продукты, на основе этих продуктов сделать уже готовые решения, ну и получить те преимущества, которые дает сквозной процесс создания продукта от силикона до софта. На слайде приведен пример, как меняется плотность транзисторов в зависимости от технологического процесса. Так, для примера, порядка 2003 года был анонсирован коммутатор Catalyst 3550. В нем было 60 миллионов транзисторов и порядка 50 тысяч строк кода, которые описывали, как этот АСИК должен работать. Со временем в 2008 году вышел 3750. Всем известный коммутатор, который заслужил доверие рынка, как раз благодаря тому, что все инновации, которые появлялись, они были так или иначе поддерживаемые технологической базой в виде специализированных щипов, которыми были оснащены эти коммутаторы. Там уже было порядка 210 миллионов транзисторов и до 90 тысяч строчек кода, которые описывали, как он должен работать. В 2013 году произошел очередной прорыв. ЦИСКО сделало АСИКи, которые стали более удобными с точки зрения программирования, более высокопроизводительными и появилась целая линейка коммутаторов, такие, например, как 3850. Там уже было значительно больше транзисторов, это где-то под полтора миллиарда транзисторов. И в последних версиях мы видим, что у нас уже 3 миллиарда транзисторов. Такое огромное количество, оно появилось неспроста, оно необходимо для того, чтобы реализовывать в железе все больше и больше необходимых сетевых функций. Что мы ждем в ближайшее время? В ближайшее время мы ждем, что на основе тех АСИКов, которые есть сейчас в 3850 моделях, будут созданы новые устройства. Следующее поколение АСИКов, которые продолжат эту традицию, и там уже будет 7,5 миллиардов транзисторов. Около 2 миллионов строчек кода, которые описывают, как это должно работать. Что это дает? Это Cisco, Devalo, Silicon. То есть это сквозные преимущества, когда мы получаем некие функции и возможности в железе, дополняем их софтом и получаем уже решение, которое работает в сети так, как задумали наши архитекторы. Разрабатывая собственные АСИКи, мы обеспечиваем простоту, реализации инноваций. То есть каждая новая функция, которая должна появиться в сетевом оборудовании, благодаря программируемым АСИКам, может быть описана нашими программистами, запрограммирована в специализированный чип, который будет делать ту или иную функцию. Что отличает от обычных процессоров АСИКи? Это специализированные чипы, это высокоскоростные чипы, и они заточены, в принципе, под сетевые задачи. Если кто знаком с архитектурой 86-х процессоров, все знают, что они достаточно производительные, с каждым годом мы видим новое поколение процессоров, но тем не менее, сам набор инструкций, он не оптимален. То есть так случилось, что рынок производства чипов пошел по разным направлениям. Комодити устройства, то есть обычные процессоры, они пошли по 86-й линейке по архитектуре. Специализированные чипы работают на коротких инструкциях, что позволяет делать их более производительными при той же тактовой частоте, при том же количестве транзисторов, обеспечивать выше скорость. Где это критично? Это критично и важно как раз в сетевых устройствах. То есть если маршрутизацию мы еще можем обеспечить на 86-х процессорах, и они нам позволяют при современных скоростях делать это достаточно эффективно, то такие вещи, как коммутация, сопоставление тела пакета с какими-то фильтрами и инструкциями, это все должно быть сделано в специализированных чипах. Что еще важно? Собственная разработка чипов – это новый уровень безопасности. То есть если мы понимаем, как сделано наше железо, мы можем обеспечить то, чтобы софт использовал именно это железо для того, чтобы обеспечить всестороннюю безопасность. Это такие вещи, как, например, Tristadon Anchor. То есть маленький функционал, маленький чип, который обеспечивает аутентичность нашего железа. Софт проверяет, что он стоит именно на том железе, которое выпущено производителем, который создавал софт, и обеспечивает гарантию того, что не будет каких-либо сторонних закладок, либо возможностей взлома железа со стороны hardware, то есть железа. Плюс это дает нам непроизойденную масштабируемость. ASIC'и построены таким образом, что мы их можем набирать несколько штук, ну, например, 2, 4, 6, 8, и тем самым фактически экспоненциально увеличивать производительность наших сетевых устройств. За счет возможности программирования этих ASIC'ов мы получаем защиту инвестиций. То есть однажды созданный чип, достаточно давно, в 2000-х годах, может быть обогащен новыми функциями, достаточно просто их дописать. Хочу сразу обратить внимание, что вот такой подход, он на самом деле отличает компанию Cisco. То есть свои чипы делают не только Cisco, еще есть производители сетевого оборудования, которые делают ASIC'и. Ну, что мы видим по рынку? После первого релиза продукта с новым ASIC'ом, как правило, фичи замораживаются. Что делает Cisco? Переиспользует текущие ASIC'и, допрограммирует их, обогащает функциями. Пожалуй, самый популярный, самый новаторский ASIC, который есть в нашем оборудовании, это UADP. Кодовое его название Doppler, то есть доплеровский ASIC, который позволяет получить и высокую скорость, и одновременно высокую функциональность. Зачем нужна эта функциональность? Ну, например, такие функции, как стек. Чтобы застекировать коммутаторы, мы используем специальную стековую шину. Что такое стековая шина с точки зрения ASIC'а? Это один из интерфейсов, который связывает ASIC'и на разных коммутаторах. То есть, другими словами, мы соединяем наши коммутаторы не просто по медленной оптике, и мы их соединяем по специализированному интерфейсу, когда ASIC'и общаются друг с другом. В конечном итоге мы получаем стек коммутаторов, который выглядит как одно устройство, работает как одно устройство, и на очень высоких скоростях обменивается данными о состояниях тех или иных параметров коммутатора. Выборки, которые может делать этот ASIC, они исчисляются миллисекундами. То есть, буквально за какие-то миллисекунды можно проверить множество состояний, сделать множество выборок, фильтров и всего, что необходимо для того, чтобы обеспечить логику прохождения пакетов в коммутаторах. Как один из хороших примеров, чего не было при разработке ASIC'а, и что появилось, что дописали впоследствии, это поддержка NetFlow. Вы, наверное, знаете, что NetFlow достаточно такой популярный протокол в устройствах Cisco, и практически не поддерживается другими производителями коммутаторов, ну и, соответственно, чипов. Почему? Достаточно высока сложность программной реализации тех функций, которые необходимы для того, чтобы NetFlow работал. Как раз благодаря тому, что у нас ASIC высокопрограммируемый, наши разработчики смогли на одной из первых стадий реализации от чипа к конкретным продуктам коммутаторов обеспечить NetFlow, который работает на уровне чипа и дает высокопроизводительную, дачу телеметрии в средства управления. Еще хотелось бы отметить то, что наши ASIC'и позволяют делать быстрые выборки на скорости порядка терабит на самом чипе. Первым появился ASIC UADP версии 1.0. Это коммутаторы 3850, 3650 и оптические коммутаторы 3850. На слайде приведены те параметры, которые зашиты в логику работы этого ASIC'а, и что обеспечивает, собственно, успех этой платформы. То есть это достаточно большие буферы. Это возможность экспорта большого количества NetFlow записей. То есть фактически мы говорим о том, что у нас с каждого порта мы можем собирать NetFlow. Высокая скорость работы портов. И тоже интересный момент – это возможность шифрования, которая также была зашита в ASIC. То есть в данном случае мы говорим о шифровании МАКСЕК. То есть шифровании на скорости порта коммутатора. Версия ASIC UADP 1.1 стала еще более производительной. Там уже работают два процессора, которые обеспечивают распараллеливание инструкции процесса внутри самого чипа. Повысились скорости работы интерфейса. Увеличилась производительность шифрования и длина ключей, которые для этого используются. Увеличилось количество NetFlow записей. Ну и, соответственно, мы можем говорить о том, что производительность всей платформы увеличилась в разы. Такие ASIC используются в линейках коммутаторов R650, R850 и каталисты 4500 серии. Конечно же, мы ждем в ближайшее время выхода новых платформ. К сожалению, даты нашего форума несколько опережают выпуск новых платформ. Мы сейчас о них не можем говорить. Единственное, что я могу сказать, что это будут новые каталисты. Новые каталисты построены на все той же архитектурной модели, когда мы используем собственный силикон, собственные ASIC для реализации техноваторских функций, которые у нас появляются в наших продуктах. Еще хорошие примеры из того, что добавилось с точки зрения функционала после того, как были спроектированы эти ASIC. Добавились такие вещи, как LineSpeed GRE, возможность работы с капвап-туннелями, то есть обеспечение раскрытия трафика беспроводных сетей. То есть когда у нас коммутатор стал одновременно и контроллером, принимающим трафик от точек доступа. То есть это особенно актуально, когда мы уже переходим на скорости гигабитного Wi-Fi. Буквально недавно появилась поддержка MPLS в этих чипах. Тоже опять-таки это все было запрограммировано, и благодаря тому, что ASIC программируемые, мы получили возможность достаточно быстро, без изменения железной составляющей архитектуры, получить поддержку опять-таки в программируемом железе нужных функций. Из свежих функций, которые появились в наших ASIC-ах, это поддержка VXLAN. Зачем нужен VXLAN в коммутаторах? VXLAN обеспечивает L2 связанность, L3 сетей. То есть если у нас есть филиальные сети, мы в принципе можем с помощью коммутаторов обеспечить L2 связанность всех наших подразделений, всех наших аксесс-портов. Вот на слайде приведены те функции, которые добавлялись с 2013 по 2017 год в чипах. Еще стоит, наверное, добавить то, что появилась поддержка меток безопасности security group tag, которые также отрабатывают в железе на наших коммутаторах. В качестве небольшого промежуточного итога, какие ключевые возможности есть сейчас в наших коммутаторах, которые обеспечиваются тем силиконом, который разрабатывает, собственно, сама ЦИСКО. Это возможность бесшовной коммутации проводной и беспроводной сети. Опять-таки снятие каппап-туннеля, то есть трафика, который идет от точки доступа Wi-Fi на коммутатор, мы его можем распаковать, посмотреть на него, понять, какие приложения там работают, сделать фильтрацию, ну, например, peer-to-peer соединений и уже меньшее количество трафика, то есть только тот, который был профильтрован, обрезан какими-то политиками, отдавать дальше в сеть. Высокая отказоустойчивость – это и стекируемое, и стекируемое, и досекундная сходимость. И недавно появилась в наших коммутаторах 3850 поддержка технологии VSS. Эта технология хорошо знакома с семейством каталистов 6000-х. Она хорошо себя зарекомендовала с точки зрения обеспечения отказоустойчивости пары коммутаторов, соединенных оптикой. Из интересного, что у нас еще появляется и продолжает появляться в наших коммутаторах – это наборы услуг, связанные с Power over Ethernet, то есть поддержкой питания по витой паре. Все мы двигаемся в интернет-вещи, мы уже сейчас видим, что все больше тех устройств, которые становятся подключенными, и необходимость их питания становится также очень важным моментом. Почему? Потому что не можем мы менять в тысячах сенсоров батарейки. Не можем мы к каждому сенсору, кофеварке и так дальше подвести отдельное питание. Если устройство и так уже подключено к сети, к проводной сети, очень удобно его запитать по витой паре. Ну и как я уже говорил, в принципе мы получаем достаточно высокую защиту инвестиций с возможностью программирования асиков. Это значит, что вы покупаете коммутатор сегодня. Сегодня в нем стоит программируемый асик, в котором будут появляться функции с каждым следующим релизом. Не просто функции, которые написаны в софте и которые будут обременять устройства, а те функции, которые будут отрабатывать именно в железе самого асика. Асики в маршрутизаторах. Quantum Flow Processor это тот асик, который появился с выходом линейки маршрутизаторов ASR и который в принципе-то и обеспечил успех этой платформы. Что дал нам QFP? QFP дал возможность получить высокопроизводительную маршрутизацию в пределах одного либо нескольких юнитов. Версии QFP менялись со временем. Первая версия, вторая, ждем следующей версии. Ну и мы видим, что в принципе линейки маршрутизаторов ASR у нас также менялись. Что интересно, со временем менялись не просто линейки маршрутизаторов, а дописывался код, обогащался функциями. И мы видим, что со стартового релиза порядка 650 функций. Мы дошли уже в текущих релизах до 2500 функций, которые уже реализованы благодаря наличию асиков. Фактически мы можем говорить о том, что они реализованы в программируемом железе и которые обеспечивают возможность интеграции этих функций в небольшом форм-факторе. Соответственно мы видим, что у нас появляются новые платформы. ASR с индексом X и ASR с индексом HX. То есть это те новинки, которые позволяют достигать сотен гигабит производительности на один либо пару юнитов. Хороший пример это ASR 1001HX. Вышел он совершенно недавно. Это маршрутизатор один рек-юнит высотой, который обеспечивает 60 гигабит производительности. При этом хочу обратить внимание, что на самом деле 60 гигабит производительности это практически без деградации сервисов. То есть все то, что было заложено в качестве логики работы в QFP, оно в целом не просаживает производительность маршрутизатора в целом. Естественно, есть ряд функций, которые требуют обычного процессора. Ну и соответственно любой маршрутизатор можно придумать, как нагрузить таким образом, чтобы производительность просела. Но мы говорим о том, что на типовых наборах трафика эта производительность в дисках заявленной. Еще одна интересная моделька это ASR 1002HX, который обеспечивает уже 100 гигабит производительности в двухюнитовом форм-факторе. На слайдах останется референсная информация о том, какие у нас есть возможности с точки зрения расширения новых платформ модульных. Это 1006X и 1009X ASR. Новое поколение QFP, кодовое название Procelon, обеспечивает возможность реализации сотен гигабит на одной платформе. То есть мы можем просто взять несколько таких ASIC, 2, 4 и больше, ну и получить соответственно 100, 200, 400 гигабит без просадки производительности. Для каких сценариев оптимизированы современные маршрутизаторы, которые используют вот такие чипы? Это в первую очередь Intelligent One, это классическая One-агрегация, это Internet Edge, это Data Center Interconnect. Это возможность реализации связки нашей инфраструктуры ACI, которая работает в дата-центрах, то есть SDN-подход в дата-центрах, с тем SDN-подходом, который работает у нас в кампусных сетях. Как раз Procelon позволяет обеспечить возможность связки двух миров, скажем так, кампусной сети, One-сети и той сети, которая работает в дата-центрах на уровне политик. То есть как раз Quantum Processor будут обеспечивать трансляцию тех машинных параметров, которые обеспечивают Identity в COD-ах, там где мы говорим о приложениях. И Identity тех групп пользователей, которые к этим COD-ам подключаются. Новости в софте. Всем знакомо сокращение EOS, это наша операционная система, которая работает на всех коммутаторах. Look and feel, скажем так, ощущение от использования всегда одинаковое, но последние версии EOS-а. У нас называется EOS-XE. То есть это новый EOS, который модульный, который обеспечивает большую гибкость как с точки зрения реализации функций, так и с точки зрения простоты разработки для нас, как для производителя этой операционной системы. Что интересного появилось в EOS-XE? В первую очередь это понятие демонов. То есть сам EOS работает как процесс, демон. Плюс появилась возможность запускать приложения, которые работают совместно с этим EOS-ом. Такие приложения, например, как Wireshark, Wireless Controller и так дальше. То есть это то, что обеспечивает некую модульность нашего софта. Зачем это надо и куда мы движемся? У нас появилась новая ветка наших EOS-ов XE, это 16-я. Внутреннее название Polaris, внешнее название Denali. То есть, наверное, вы где-то уже встречали его. В чем особенность линейки EOS-XE в 16-й ветке? Основная логика изменения была заложена в сторону возможности массового программирования устройств. Что для этого было сделано? EOS фактически переписали с нуля. То есть он остался для администратора на вид точно таким же, CLI такой же, но внутренняя структура была значительно изменена. Сделано это было для того, чтобы такие протоколы массового управления устройствами, как NetConf, OpenFlow и RESTConf могли адресовать конкретные настройки на наших устройствах. Что еще интересного сейчас уже появляется и появилось в наших EOS-ах 16-й ветки? С версии 16.5 у нас еще больше был сделан фокус на модульность. То есть вынесли такие процессы, как OSP, FBGP и многие другие с монолитного кода EOS в отдельные сопроцессы. Что это дает? Это дает возможность при отказе единичных программных компонент добиться работоспособности всей платформы в целом. Плюс мы получаем возможность получить программируемость конфигурации и получение операционных состояний тех счетчиков, которые отрабатывают на наших коммутаторах. Другими словами, у нас есть возможность массово применить ту или иную функцию на всем сетевом оборудовании, которое у нас есть в сети и получить обратную связь о том, что да, действительно у нас изменения были успешно применены, у нас есть такие-то метрики, счетчики трафика, ну и так дальше. Что, какая идея лежит за таким подходом? Это модели Янг. Модели Янг это высокоуровневое отписание того, чего бы нам хотелось получить от устройств. Два протокола. Янг это высокоуровневая модель и NetConf как транспорт обеспечивают возможность напрямую адресовать CrimsonDB, то есть ту базу данных, которая появилась в наших новых EOS, и обеспечить реализацию массового применения функций на сетевых устройствах. То есть мы теперь получаем возможность представить всю нашу сеть в виде единого облачка, от которого мы просим ту или иную функцию применить на всех устройствах. Янг модели, они декларативные, то есть мы не говорим о том, что нам необходимо включить функцию номер 23, мы говорим, что у нас есть необходимость обеспечить, ну например, косы из конца в конец. И если устройство может это реализовать, оно это реализовывает. То есть мы получаем некий уровень абстракции, который полезен и необходим программистам, которые обеспечивают превращение всей сети в один живой организм. Есть общие модели, которые разрабатывают, ну такие, например, пользователи как Google, есть цискоспецифические модели, и есть модели, которые вынесены в стандарты ETF. Две трети тех моделей, которые разрабатываются в пределах стандартов, это то, что в принципе принесла циска как разработчик, как новатор с точки зрения реализации вот такого функционала. Что мы получаем в итоге? В итоге мы получаем единую операционную систему, которая работает на свечах, на Wi-Fi устройствах, на роутерах и на устройствах интернета вещей. Мы получаем единый подход с точки зрения программируемости всей этой сети. Это дает нам возможность упростить и ускорить разработку таких решений, как SDN-контроллеры и системы массового управления сетью, такие как Prime Infrastructure. То есть у нас в iOS работает EOS-D, демон, который обеспечивает, скажем так, трансляцию команд администраторских функций. У нас есть общие драйверы, которые обеспечивают работоспособность этой операционной системы. Есть приложения, которые помещены в контейнеры, для простоты их, скажем так, добавления на то или иное устройство. И есть общая база. Распределенная база Crimson, которая позволяет программировать эти устройства. Таким образом мы уходим от необходимости трансляции тех выводов и команд, которые у нас есть в наших, скажем так, классических устройствах, и те, которые понятны человеку, к моделям, которые позволяют упаковывать в XML либо в JSON формат выводы от счетчика, от конфигураций, представлять их более высокоуровневым системам и обеспечивать то, что называется Data Modeling, то есть моделирование всей сети. То есть, другими словами, у нас сетевые устройства в ближайшем будущем превратятся просто в коробочки, от которых мы просим ту или иную функцию. Все эти функции накатываться будут массово и включаться по необходимости по декларативным моделям, которые обеспечивают нам такие средства моделирования, как Янг и протоколы NetConf. В ближайшем будущем, что мы увидим на наших свечах, на наших каталистах? Это все большее количество тех контейнизированных приложений, которые будут работать на платформе самого коммутатора. Это такие вещи, как персонар, это возможность интеграции со средствами мониторинга Кибана, с шинами обмена сообщениями Kafka и многим другим open-source софтом, которые же сейчас массово используются современными разработчиками для того, чтобы обеспечить автоматизацию и связанность всей сетевой инфраструктуры. Конечно же, это будет совместимо с средствами массового управления, такими как Chef, Patet и Ansible. Из интересного у нас появится поддержка питона на наших коммутаторах. Что это даст? Все знают, что в коммутаторах есть такая функция, как возможность написать скрипт для выполнения той или иной задачи. Проблема в том, что скрипт остается всегда локальным. Он не может никуда постучаться, не может передать свое состояние во внешние базы данных, к нему тяжело подключиться, кроме как через систему стандартного управления, SSH, Телнет и так дальше. Реализация движка интерпретатора питона на самом коммутаторе позволяет уйти от этих ограничений, и фактически все те скрипты, которые работают локально, позволят связать с какими-то высокоуровневыми системами управления, мониторинга, в том числе сторонними. Питон языкоинтерпретируемый, то есть внесение любых изменений мы будем видеть сразу. То есть нам нет необходимости компиляции и так дальше. Сервисов самовременной сети, безусловно, будет и там уже есть и продолжает быть Epic EM, то есть SDN контроллер, который позволяет связать вышестоящие приложения, которые обеспечивают функционал безопасности, качество обслуживания, реализацию тех же функций, например, как Intelligent One, внедрение нулевого дня и многое-многое другое, средства Mi API может это все делать передать на сетевое оборудование, на коммутаторы, маршрутизаторы, ну и в принципе на всю сеть. Такой подход называется контроллер LED Automotion, то есть автоматизация с помощью использования контроллеров. В чем секрет такого подхода? В первую очередь мы говорим о том, что мы не конфигурируем устройства, мы решаем бизнес-задачу. То есть мы не отвечаем на вопрос, как сделать необходимые изменения, мы в принципе отвечаем на вопрос, зачем их сделать. То есть нам необходимо обеспечить приоритизацию голоса в сети. Это высокоуровневые бизнес-задачи. Низкоуровневое решение, то есть фича, это Quality of Service. То есть мы не будем уже дальше в будущем настраивать, например, Quality of Service, либо какую-то там функцию номер N, мы будем решать бизнес-задачи. Такие бизнес-задачи будут решать приложения, которые у нас будут жить, связываться с нашим контроллером, средствами API. Это дает гибкость для сторонних разработчиков, это дает возможность легко транслировать те политики высокоуровневые, которые у нас определяют бизнес-задачу, в специфику конкретного железа. Железо всегда будет интерпретировать высокоуровневые бизнес-задачи ровно таким образом, каким оно умеет это делать. То есть поскольку функционал будет требоваться декларативно, нам бы хотелось бы, чтобы был бы обеспечен максимальный уровень сервиса. Умеет это устройство делать с помощью четырех мета-кос, либо восьми, с двумя очередями, либо с четырьмя, с разными маркировками. В принципе, это не столь важно. Все это будет так или иначе скрыто под средствами автоматизации, и это в значительной мере будет упрощать внедрение функций по сети. И самое главное, таким образом, с помощью контроллера мы сможем обеспечить связанность высокоуровневых бизнес-задач и тех настроек, которые мы получим на наших устройствах. Еще один интересный момент, который дополняет возможности использования контроллера на сети, это идентификация пользователей по группам. Обеспечивает у нас такой подход наше решение Cisco Identity Service Engine. В принципе, это позволяет отвязать понятие User Device Identity от топологии. То есть, если раньше у нас группа разработчиков, это были именно те люди, которые сидят в помещении 327 и подключены к портам коммутатора с 1 по 15 и находятся во влане 27 и определены под сетью 10, 10, 11, слэш 24, то в дальнейшем у нас все больше и все чаще мы будем говорить о том, что группа разработчиков это группа разработчиков. Это живые люди, это персонализация доступа, которая может быть получена с Active Directory, либо с базы данных какой-то сторонней. И каждый раз, когда пользователи будут входить в сеть, они будут получать персонифицированный доступ к сети. С ростом количества политик, высокоуровневых требований в сети будет уменьшаться количество статических конфигураций. То есть, мы это уже видим сейчас. Эти модели, они развиваются, ну и мы ожидаем, что в ближайшем будущем в целом уйдет в необходимость настройки каждого конкретного устройства. То есть, это облегчит управление сетью, это создав некий уровень абстракции, это сделает гибкость по наращиванию функций необходимых в сети. Почему мир идет в эту сторону? Ну, конечно, как бы хотелось иметь полный контроль и полное понимание, что реализовано на каждом конкретном устройстве, сделать шоу-ран и увидеть полную конфигурацию, переварить ее через себя и понять специфику настройки каждого устройства, но количество функций постоянно растет. Требования постоянно растут. Это как пример с современной физикой. Нету человека в мире, который бы смог бы во своей голове удержать весь тот багаж знаний, которым оперирует, например, такая наука, как физика. Все меньше людей в мире, которые могут удержать в голове полный стэк технологий, которые необходимы для работы сети. То есть многие из вас проходили сертификации циска CNA, CCNP, CCIE и так дальше. Вы видите, с каждым годом количество направлений в этих сертификациях увеличивается. То есть роутинг, свитчинг был отделен, вайрлесс был отделен, дата-центры были отделены в отдельные направления, потому что для этого нужны отдельные специалисты. Отдельные специалисты, которые будут держать весь тот багаж специфических знаний в своей голове. Не просто держать в голове, а транслировать их в какие-то настройки, в решения, в архитектуру в сети. Основная идея индустрии сделать так, чтобы люди все меньше заботились о том, как именно это сделано, а все больше заботились о том, зачем это делается. То есть если есть высокоуровневая бизнес-идея, то тонкость стерилизации на конкретном оборудовании, ну в принципе это то, что можно скрыть средствами автоматизации. Вот такая идея с трансляцией традиционных конфигураций в высокоуровневой политике. Что это позволяет сделать? То есть когда у нас появляются политики в сети, когда у нас появляются контроллеры, которые управляют, ну например, Эпик дата-центром, Эпик ЕМ, нашей кампусной ИВАН сетью, у нас появляется возможность на уровне политик автоматизировать связку отдельных доменов. То есть домена дата-центрового, домена обычной корпоративной сети и так дальше. Что важно? То есть уже сейчас каждый из этих доменов выполняет очень специфические функции. То есть в кампусной сети у нас User-Centric Infrastructure, то есть когда мы ориентируемся на пользователя, на устройство, на его роль в сети, на тот необходимый набор сервисов, которые он должен получить вне зависимости от того, где он подключился в сети. В дата-центре мы ориентируемся на приложение. Какая сервисная цепочка должна быть для приложения? Должно ли оно пройти в устройства безопасности? Какие? Firewall, IPS, Web Application Firewall, Load Balancer и так дальше. Что должно отличать одно приложение от другого? Как должны быть выстроены приоритеты? Вручную связать политики, специфические для дата-центра с точки зрения SDN подхода и политики, специфические для нашей классической сети, достаточно сложно. То есть это в любом случае потребует неких средств автоматизации. И вот как раз благодаря тому, что у нас появляется единая точка входа в каждый из доменов управления, это контроллер, мы получаем возможность связать на уровне политик всю сеть воедино. Еще интересный момент, который появляется в наших операционных системах. Это возможность накладывать патчи. Так называемый подход SMU, Software Maintenance Update. Пример. Есть у нас EOS, в котором вы как заказчик наступили на какую-то неприятную, досадную вещь, как баг. Такое случается. Ну, конечно, можно ждать, когда обновится полностью весь EOS и нужный баг будет полечен. Но что у нас будет сделано в ближайшем будущем? Как раз благодаря тому, что у нас уже вынесены многие процессы, такие как, например, маршрутизация SPF, BGP и так дальше, в отдельные автономные куски кода появится возможность эти куски кода патчить независимо. То есть это rollout-фич. Это скорость внедрения изменений и возможность, в принципе, там оставить работоспособный, высококачественный код, который обеспечивает другие функции, не тронутым, а заменить только то, что требует внимания. О чем говорят наши разработчики? Они говорят о том, что мы, безусловно, будем уходить от такого понятия, вернее, не будем его даже применять, как сервис паки. То есть у нас не будет подхода, как у Microsoft, когда мы все ждем второго сервис пака, чтобы это все заработало. У нас будут кумулятивные апдейты по конкретным направлениям. То есть для SPF будут свои SMU, для BGP будут свои SMU, ну и так дальше. То есть каждый следующий SMU будет включать все предыдущие патчи, все необходимые изменения, ну и в целом это упростит возможность реализации изменений, не трогая основную версию EOS XE. Где это может быть полезно? Ну, например, если мы говорим о коммутаторе с поддержкой Wi-Fi, появляются новые точки доступа, необходимо, чтобы Wi-Fi функционал их понимал. Свитчинговой части это касается постольку-поскольку, либо вообще не касается. Поэтому вместо того, чтобы ждать какого-то девайс пака, то есть мы можем накатить maintenance update, который просто обновит поддержку того или иного оборудования. Интересный подход с точки зрения возможности патча EOS. То есть это будут три стадии install add, install activate и install commit. То есть до тех пор, пока мы не закоммитили изменения, они не применяются. То есть мы добавляем патч, мы активируем патч, мы коммитим патч. Такой подход дает возможность сделать откат. То есть rollback изменений. Если вдруг у нас по какой-то причине, какой-то из кусков кода показал себя не так, как ожидалось, либо не проинсталлировался на множестве устройств, мы можем централизованно, опять-таки с помощью того же контроллера, откатить эти изменения. То есть мы исключаем ситуацию, когда у нас, например, мы запустили массовое обновление софта в сети, и часть устройств обновилась, часть не обновилась. То есть как раз благодаря подходу activate и commit, мы можем обеспечить активацию, включение патча и его откат. О чем еще хотелось бы поговорить касательно наших коммутаторов в первую очередь? Это о технологиях PoE. Чем интересна PoE в современном мире? В целом это упрощает возможности запитать те устройства, которые у нас подключены к сети. Технология появилась очень давно. Все начиналось с того, что буквально пару ватт по витой паре мы передавали для того, чтобы запитать IP-телефон. И этого было достаточно. В большинстве случаев это решало множество проблем, связанных с тем, что телефон мог стоять не там же, где там находится ближайшая розетка. Это исключало необходимости ставить преобразователи, которые 220 преобразовывают в несколько вольт постоянного тока для того, чтобы запитать совершенно маленькое устройство. Это оптимизировало стоимость решений в целом, но в современном мире, где у нас появляется такое понятие, как интернет вещей, это дает еще больше возможностей. Например, подключенное освещение. Представьте себе, у нас есть новая комната, новое здание, и мы хотим обеспечить освещение этого помещения. Если мы хотим сделать это освещение умным, значит его нужно подключить к сети. Если мы и так подключаем это устройство к сети, то хотелось бы, чтобы у нас панель, которая освещает наше помещение, например, еще собирала показатели влажности, температуры, имела датчик входа-выхода в помещение, то есть люди вошли, она включилась, вышли, выключилась и так дальше. Но крайне неприятная была бы ситуация, если бы мы вынуждены были ждать минуту-полторы, пока загрузится коммутатор без света в этом помещении. Вот как раз для решения такой задачи у нас появилась технология Perpetual PoE. Когда в момент перегрузки коммутатора у нас все подключенные запитанные устройства продолжают получать энергию, ну и, например, освещать помещение. Технология UpoE – это уже сейчас стандарт, опять-таки, благодаря Cisco этот стандарт был все-таки сертифицирован, и 60 ватт на порт – это уже стала данность современности. Что это значит? Это значит, что мы можем запитать достаточно мощное устройство, например, тонкий клиент. Появилась еще технология FastPoE. FastPoE технология запоминает последние истоки и подключенные устройства, и до того, как загрузился основной софт коммутатора, обеспечит их питание. То есть это две комплементарные технологии – Perpetual PoE и FastPoE. То есть мы их применяем там, где это необходимо. Из интересного. То есть у нас коммутаторы не только растут в производительности и в поддержке новых технологий, ну, например, стандартов Wi-Fi, но еще и обеспечивают все больший бюджет питания, который мы можем обеспечить. Новые коммутаторы будут поддерживать порядка 100 ватт на порт. То есть это действительно много. Это уже решает задачи более широкого класса. Есть такие вещи, как PoE-splitter, когда мы от Ethernet-порта можем получить разведитель по питанию, который запитает, ну, например, там IP-телефон, запитает тонкий клиент, еще что-то там и так дальше. Из интересных инноваций, которые есть в нашем оборудовании, стоит также отдельно отметить MaxSec. Что такое MaxSec? MaxSec – это возможность шифровать L2-трафик на скорости работы порта. Опять-таки, благодаря тому, что эта фича у нас реализована в ASIC, в нашем железе, программируемом железе, мы можем обеспечить WireSpeed. То есть есть у нас два помещения, ну, не знаю, две комнаты, разнесенные территориально, и соединение между ними проходит через недоверенную зону. Хотелось бы обеспечить конфиденциальность того трафика, который передается между двумя площадками. Как это можно сделать? Можно поставить VPN-шлюзы, достаточно дорогие устройства, которые будут делать VPN, ну, как бы, не самый простой вариант. Можно включить шифрование на порту, которое обеспечит на скорости работы порта шифрование всего трафика на втором уровне. То есть на третьем уровне это уже будет незаметно, ну, и, в принципе, мы получаем это как готовый сервис. Проблемы возникают тогда, когда нам хочется получить такой же функционал, WireSpeed-шифрование, но уже, например, для больших распределенных сетей. Там, где мы не можем довольствоваться теми ограничениями, которые есть в классическом Максеке, а именно то, что в Ethernet кадр вставляется расширение 802.1.a.e. Максек, а дальше за ним уже в зашифрованном состоянии есть, например, tag в lana. Асики у нас программированные, переписали асик, сделали максек несколько другим. Максек, clear tag, когда у нас идет Ethernet кадр, tag в lana, а дальше уже все идет шифрованное. То есть, другими словами, мы взяли стандартную спецификацию, переделали ее под современные нужды потребности, зашили это в наши асики и получили достаточно интересную функцию. Такая функция, например, позволяет получить WireSpeed-шифрование между нашими уже не коммутаторами, а маршрутизаторами для большой распределенной сети. То есть, те же самые SR-1000 серии как раз владеют вот таким вот функционалом. На слайде реферсная информация, в каких моделях поддерживается у нас максек. Ну, еще, наверное, мало кто знает или, наверное, не сталкивались в последнее время, но получил качественное преображение наш интерфейс, веб-интерфейс наших коммутаторов. То есть, он стал более юзер-френдли, и кто помнит, какой он был раньше, то разница действительно ощутима. Кроме базовых настроек, мы еще видим определенную статистику по мониторингу. Ну и в целом, если у нас нет необходимости делать какие-то уже очень специфические настройки на устройствах, либо нет необходимости подключать к системам централизованного управления, мы можем с помощью веб-интерфейса сделать большинство необходимых настроек на нашем сетевом оборудовании. Остается несколько минут времени, и вместо радмапа хотелось бы поговорить о том, что нас ждет в ближайшем будущем. Мы ожидаем достаточно много анонсов, которые пройдут со середины лета по конец этого года. Это связано и с новыми платформами, которые должны выйти, то есть с новым оборудованием. Это и с новыми функциями, которые появятся в нашем миосе, то есть как он будет еще несколько переделан как раз для нужд программируемости. И те новшества, которые появятся в наших системах массового управления сетью. Это SDN-контроллеры, это система классического управления, такие как Prime Infrastructure. Но сейчас вместо радмапа хочу вам показать несколько слайдов о том, как мы проводим тестирование нашего оборудования. Все начинается с индустриального дизайна. Дизайн новых коммутаторов будет разрабатывать та же компания, которая разрабатывает дизайн Ferrari. Ну, то есть новые наши устройства будут выглядеть несколько симпатичнее, я бы так сказал. Кроме того, что внешне они поменяют свой облик, мы проводим еще множество механических тестов и различных испытаний, которые позволяют убедиться в том, что устройство действительно соответствует нашим ожиданиям и высоким требованиям по надежности. Мы нагреваем наши устройства до 45 градусов. Иногда мы их нагреваем даже до 90 градусов. То есть проводим испытания, которые необходимы для того, чтобы убедиться, что температура – это не ограничитель для наших устройств. Мы их замораживаем. То есть минус 5, когда у нас вода превращается в лед, тоже, в принципе, такой показатель, который позволяет нам убедиться в том, что устройство выдерживает не только жару, но и холод. Повышаем влажность. При испытаниях влажность иногда доходит до 95% и проходят ряд тестов в таких условиях. Мы поднимаем наше устройство на высоту порядка 3 километров, иногда даже выше. То есть это то, что необходимо для того, чтобы убедиться, что устройство будет работать в любых условиях. Наше устройство проходит тестирование на вибрацию. То есть порядка 7,2 баллов по шкале Рихтера – это то, как мы трясем наше устройство и проверяем, работают ли они после этого. Ну и, конечно же, разработка софта. Все начинается с того, что у нас наши разработчики проводят внутреннее тестирование, потом идет 10 месяцев тестирования совместного функционирования того кода, который был написан в ASIC-ах, функциональных тестов, связанных больше с iOS, ну и системных тестов, как это работает все вместе. Те устройства, которые выйдут в ближайшее время, то есть они уже тестируются порядка 4 месяцев, общее количество тестируемых дней уже больше 2,5 тысяч. Ну и стоит сказать, что на самом деле у нас достаточно большие дата-центры и мощности, в которых мы проводим такие испытания. То есть это множество стоек, в которых размещено это оборудование, которое подвергается тестированию. Четверть миллионов метров мгиговских кабелей – это то, что уже участвовало в тестировании. То есть multi-gigabit Ethernet становится трендом, становится стандартом, есть уже сейчас спецификации открытые, которые поддерживают 2,5 гигабит Ethernet, 5 гигабит Ethernet, ну и десятку по витой паре. Ну и в целом это то, что у нас будет обязательно в наших следующих моделях. Ну и мы уже в двух словах поговорили о том, что мы ожидаем порядка сотни ватт на порт пое. Это количество энергии, которое достаточно для того, чтобы запитать электромобили и проехать на нем с десяток миль. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok